всем привет вернулись в сочи теперь займемся сюжетами о нашем замечательном городе и о проблемах которые иногда происходят в нашем городе из-за погодной стихии посмотрите пожалуйста что случилось сегодня ночью с набережной хосте ее подмыло и часть пропета длиной около 40 метров просто хочу рухнула в воду люди стоят фоткают снимают ну да такое не часто происходит хосте а мы случаем сейчас пойдем посмотрим как выглядит пляж хостинский которая нам очень нравится что сегодня случилось с ним обратите внимание тут еще у нас до грязь река намыла сегодня западный догомыс вышел из берегов на нацесте чуть чуть не случилось повторение ситуации когда смыло новое ванное здание ну в общем посмотрим сейчас как там дела на пляже обстоят не пойдем по тротуару еще не все последствия потопа хосте сегодня ликвидированы лягушки конечно просто сумасшедшие сколько грязи и камней вынесла сегодня маленькая речушка вот пожалуйста ситуация видите опора прибила мусор вода поднимается работает как плотина посмотрите что случилось набережной мутная хоста часть набережная брушилась парапеты подмыты смыты воду фантастическая стихия вот это да хоста сегодня пошутила вот это тоже еле держится посмотрите видите вода это шла примятая вся растительность потоком воды конечно вот эту часть не чистили все и вода поднялась да еще и на повороте ну вот еще лет 70 назад 50-е годы проводились очень серьезные гидрологические исследования в том числе в узких хост и мацесты предупреждали русло нужно чистить раньше река это делала самостоятельно меняя направление течения сейчас нет посмотрите сколько камней валяется мы сейчас тоже здесь ехали очень опасливо это вот река сюда дошла на улицу ялтинскую русло в хосте достаточно широко но вы посмотрите здесь почти сантиметров восемьдесят наносов которые никто не чистил в итоге в самом низу где больше всего воды за счет притоков сбросов канализационных стоков естественно в селах нет централизованной канализации за счет того что здесь воду все сливают ну вон пожалуйста труба торчит вот еще одна завуалированная то есть за счет всех притоков здесь больше всего воды и здесь больше всего наносов вот один на один привело к катастрофе пойдем лучше по тому мостику перейдем мостик хоть на месте вода до него не дошла глянь еще вода мутная слушай она через писо самшитовую рощу течет пойдем посмотрим что на берегу выкинуло может найдем какой нибудь интересный самшит нам для коллекции нужно нет мы глянем если есть помытый дождиком ну соответственно вот это надо почистить соответственно это надо срочно отсюда убирать потому что это создает дополнительные препятствия это раз для стока воды а во вторых это все таки нагрузка на опоры лишние представляете что сегодня творила здесь ночью сейчас встретили мужчину девяносто два года местный житель хостинец и он тоже помнит как затопило мацест он меня услышал и говорит о еще один кто помнит эти события страшные вы только гляньте как беснуется здесь вода вот пожалуйста гляньте что случилось представляете какой здесь удар воды был вы просто гляньте в интернете какой силы какой силы обладает просто морская волна я уже молчу про речную которая вот это все несет там морская волна которая ну не плещется а так 3-4 балла штурм которая бьет о препятствиях а волноломы не волнорезы а волноломы да сколько там тысяч тонн сколько тонн на квадратный сантиметр вообще приходится ну пойдемте глянем наконец как выглядит устье хосты в этот замечательный но достаточно страшный для хосты день вон топляка сколько смотрите сюда сейчас видите доходит вот это один из самых редких случаев когда возникает поводок ну вообще у нас здесь в сочи самый типичный паводок это когда в горах выпадает сильный ливень тогда вода стекает в море второй тип самый такой вот не часто встречающийся в сочи но типичный для крупных рек там шоу мзым то особенно это талая вода и вот смотрите нагонная волна то есть когда море беснуется и волны входят в устье рек так уровень воды резко повышается и топит низину сегодня здесь нет ни одного островка уровень воды очень высокий место впадения хосты в море обычно летом это очень узкая речечка которая вот благодаря наносам морской прибойной волне узким таким вот горлышком втекает в море а сегодня здесь последствия шторма вы только гляньте что сегодня здесь творится на пляже удар по хосте был очень серьезный кучи мусора кирпичи топляк который плавает в воде это типичная ситуация для любого шторма в сочи на самом деле ну вот если объективно без паники это обычная нормальная ситуация не нормально что русло не было расчищено и часть набережной лишилась парапета а погодные условия обычные для сочи летом просто сейчас количество населения стало больше людей которые фотографируют снимают видео стало намного больше и теперь любая там любой поводок любая катастрофа которая происходит на воде около воды ливень это очень серьезные последствия имеет раньше когда населения было не так много естественно и нервничать поводов не было посмотрите сколько мусора ну все это почистят буквально за 2-3 дня все реки которые сегодня удивили сочинцев и гостей города очистятся стекут в море унесут всю грязь вон сколько глины плавает видите там на горизонте полоска чистого моря техника работает уже на берегу не переживайте главное вроде по новостям говорили о том что жертв нет смотрите как обычно на моем канале очень важно смотреть под ноги поэтому смотрим под ноги яблочки из леса инжир это кстати не плод инжира это его цветок да он очень необычно цветет вот так вот яблочки принесло и фигу а вон еще фиги валяются я еще вижу знаете что я вот там обратил внимание а здесь вот сейчас посмотрим есть что-нибудь улитка валяется пресноводная ну в смысле не морской обитатель здесь еще есть эти попадаются орехи ну кукуруза это кто-то добавил от себя либо смыло где-то в угодьях ладно это я выбрасываю мы такое не собираем даже в лесу купание сегодня запрещено это логично вот найти бы нам красивый вот видишь красивая короче палочка но маленькая найти бы нам хороший топляк но дело в том что сегодня найти его будет очень тяжело по двум причинам первое а вон купание запрещено а в сапсюрферы все равно купаются плавают дело в том что хорошо обкатанных веточек после такого шторма не найти это же стихия все происходило быстро о никогда не оставляйте грабли гребенкой вверх можно получить по лбу сейчас все уберут быстренько голуби тоже в поисках чего-нибудь интересного только мы ищем интересный топляк а голуби что поесть видите какая мутная грязная вода бьет к берегу там плавают ветки разные а? да все мошки они летают здесь не просто так кто-то там дохлый валяется вот это сегодня берег вот это сегодня необычная вода мы в такой конечно не купаемся дня три-четыре сберкупаться никому не рекомендую да какой три-четыре пять-шесть о! а лычу с мыла ты посмотри еще и волна усиливается оп! вот сейчас купаться опасно по двум причинам первое можно конечно сразу после купания идти самостоятельно ложиться в инфекционку и я даже рекомендую это сразу сделать а второе вот здесь в воде где-то видите ветки торчат дерево переворачивается она то сплывает то притапливается вон веточка торчит вот тут плавает огромное бревно вон сучковатое представляете если вы в воду заходите и вдруг на вас вот такое бревно с сучками острыми хоп! это очень опасно очень-очень поэтому пожалуйста ни в коем случае потерпите я понимаю что там деньги заплатили приехали в сочи да как так потерпите несколько дней ни в коем случае лучше воспользуйтесь бассейнами там в отелях гостиницах сейчас 50% даже частных отелей оборудованы бассейнами о голубь о о на вершине горы на вершине горы вон там видите тоже техника работает в течении двух дней все приведут в порядок а может даже сегодня к вечеру даааа ну что могу сказать катастрофа катастрофа обычная для сочи обычная без паники не волнуйтесь не переживайте главное без человеческих жертв чтоб все это происходило а то люди разные кто-то с опытом не полезет никогда а кто-то без опыта о да че там я и не на такой волне был дааа купание строго запрещено пойдем сейчас немножко пройдемся по хосте вода дошла до автостоянок на ялтинской пальмы затопленные стоят притопленные машины вот тут вода еще стоит друзья вы когда приезжаете к нам в сочи пожалуйста не оставляйте машины около рек не оставляйте машины в низинах лучше отгоните их на автостоянку чуть повыше летом ну посмотрите youtube тот же самый там наводнение в сочи 2020 наводнение в сочи 2019 наводнение в сочи 2018 ну каждый год одно и то же откачивают воду из подвала подвал затоплен там стоит насос и откачивает воду то есть мы находимся сейчас вот подвал находится на уровне потока воды сейчас и воду тихонько откачивают обратно в реку откуда пришла ну да в общем все как обычно на самом деле горные реки особенно вот такие маленькие хостап сахэ хорота они настолько неуправляемые в такие дни особенно если где-то в верховьях идет ливень или выпадает смерч все это еще у хосты хорошо гляньте берега широкие но из-за того что давно не велись работы по расчистке русла вода сегодня поднялась выше парапета что тебе не нравится когда шатается? не вообще прикольно да? мост же шатается этот? да он подвесной бывают дни и мы снимали их на своем канале когда речка ну буквально тоненькая струйка а сегодня потоком все мосты раньше строились с запасом на всякий случай на случай паводка вот и получилось да повезло вот если бы вода поднялась еще на полметра выше это бы мост тоже сегодня снесло он бы не выдержал удара вот этих вот стволов ну тогда затопило да туда до самого 50 лет СССР чуть-чуть в стороне от реки уже красавцы краснотижные попадаются единственная популяция папоротника многоножки которая растет ну вот шаговые доступности у самого берега здесь тоже шел поток воды но здесь дождевая вода вы видите посмотреть сколько грязи на нее нет ну вот здесь только чистить 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 Вон, видите, поток воды сверху шел, ветки приносил. Вот это да! Вот это да! Весь двор залило грязью. Стекала в низину вода. Сейчас видно речи, говорит, потому что согласно. Да, детский садик. Не пострадал. Вода прошла мимо вот здесь, с дорогами и тротуарами. Камней много, вот камни главное собрать, потому что они двойной опасностью вставляют. На камнях машина неуправляемая может соскочить, и второе камень может выскочить из-под машины. Вот это да! Сколько сюда намыло камней. Неважно, Сочи, Ялта, у всех одинаковая беда. Массовая застройка, полное отсутствие грамотно устроенной ливневки. И все. И вот последствия. О, на перекресток накидалок камней, грязи. Вода до сих пор вам сливается сверху. На дорогах очень много грязи. И вот пытались, видите, остановить воду. Открывали ливневки. Да, вода ушла во дворы вот такой вот жидкой грязи. Селим. Очень опасная вот эта жижа. Она обладает удивительной подвижностью и разрушительной способностью. Спадшаяся улитка. И затопленные клумбы. Ну, дождем все очистится очень быстро. Представляете, где висит мусор? На цепи. Метра почти. Посмотри, лучик. Вода была выше этой лавки. Подушки. Значит, и внутрь попала. А, ну да. Препаракованные автомобили сохнут. Какой здесь поток воды шел. А с другой стороны, жатвы она высохнет. Прискнули, пустыли. Все помни, где все выносили. Все залито, да? Эту кафешку тоже затопило. Как и вот эту машину. Сколько сегодня в Сочи будет утопленных автомобилей? Катастрофа. О, там тут самое. Магазин продукты. Первый год. Второй год. Когда... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон